Уважаемые господа, начинаем нашу конференцию. Сегодня у вас в гостях главный тренинг Арманды Торпедо, Петрис Скудро, команда Локомотив, Дэйв Кинг. В наших гостях есть победа. И пожалуйста, первое слово. Спасибо. Ну, я могу сказать, что игра была очень динамичная, очень жесткая, очень быстрая. Для нас это, наверное, была игра против, наверное, лучшего противника. Вот до сегодняшнего дня очень непросто нам было сдерживать быстрых нападающих, мощных быстрых нападающих Локомотива. Но очень благодарен ребятам, мы гордимся их самодачей сегодня, потому что на мастерстве сегодня почти ничего не проходило, только чисто через работу, через самоодачу, через жертвование собой. И поэтому я говорю, вот эта победа, она, наверное, самая такая дорогая для нас, потому что действительно сегодня там была такая маленькая война. И, ну да, немножко мы, конечно, нам повезло в концовке, но то, что потом сумели собраться и на буллитах выиграть, конечно, ребята огромные молодцы. Спасибо. Спасибо вам. Дэйв, ваша оценка? Спобеда-Торпедо, they're a good team, well-coached, and they play real hard. It was a real good opponent. Спобеда, в первую очередь, Торпеда. Это очень хорошая команда. Видно, что тренер очень хороший, и они полностью отдавались игре. Я согласен с тем, что сказал тренер Торпедо, что очень хорошая игра была, как маленькая война такая, и все отдавались полностью, никто не хотел проигрывать. Спасибо. Спасибо. Ваши вопросы, пожалуйста. Только задавайте громче, чтобы слышно было. Да, пожалуйста. Ярославский вопрос, сегодня ярославские болельщики и журналисты блистали, вы следили за Дмитрием Казеоновым, а у него получилось так, что матч, наверное, не выдался, и голос под него забили, и удаление реализовали, и пулит мне его, перегорел этот человек? Я не думаю. А голос под него какой забили? Первая шайба, нет? Первая шайба? Первая шайба, но вы знаете, там мы на борту немножко не разобрались, но я бы не сказал, что там он виноват в этом пропущенном гале, был только он, скажем так, да, там и на борту сыграли слабо, он, может быть, чуть не подстроился, ну и Ванька, может быть, мог выручить, но в целом я скажу, что Дима, в принципе, работал очень прилично, он съедает такой хороший кусок работы, время на льду, и он очень здорово для нас играет, в первую очередь в меньшинстве, поэтому, ну, мне трудно так оценить сразу, мне надо посмотреть игру и сказать, перегорел или нет, но, в принципе, первое впечатление, что он сыграл нормально. Спасибо, Сереж. Катерис, если можно, по составу, опять не было второго казенного, последствия травмы или какие-то другие причины? Ну, у нас есть пару игроков на ротацию, мы пока стараемся чувствовать команду, чувствовать ребята, общаться, проверять их, кто в лучшей кондиции, игры много с переездами, поэтому, ну, вот пока такой состав, у нас будут ребята, которые будут не проходить состав на какие-то матчи, но это чисто у нас есть конкуренция, я очень доволен этим, что у нас есть конкуренция, что впереди, что в обороне. То есть, по расходу, по той же причине, касательно слаботься? Точно. Дэйв, по составу тоже вопрос, есть ли шанс увидеть в основной команде первую тройку Лока, Коренев, Красковский, Макшанцев? Ребята, вроде, играют очень неплохо. Я думаю, что, пока мы начнем лучше и победим, я думаю, мы, наверное, останемся с игроками, которые у нас есть сейчас. В первую очередь, нам надо выигрывать игры, на очки зарабатывать, поэтому трудно сейчас ответить на этот вопрос, пока мы будем использовать тех игроков, которые у нас есть сейчас. Спасибо. Дэйв, перевод Плэта, но, соответственно, Кролок и Дёрнберг, и, соответственно, Капустин вновь в центре. Сегодня два нехода, Квали дали две шайбы, да? Зведи забили это на постоянной основе, или опять будет что-то трактировать? Да, мы постоянно ищем нужные сочетания, чтобы мы мало забиваем, и поэтому посмотрим, как будут дальше они действовать в этих сочетаниях. Да, ваш вопрос. Вопрос, Дэвид Кингу. There is no information about the health of all. Борусский, да? Да, да. Дэвид, нету информации по поводу здоровья Михаила Пашнина и с Крупцией. Вы можете предугадать, когда они уже выйдут? Они уже начали тренироваться в общей группе на льду, работать над физическими кондициями, но пока еще они оба не готовы играть, поэтому еще не могу ответить точно, когда они начнут играть. Еще есть вопросы? Всем спасибо, до новых встреч. Спасибо.